Популярный на Западе формат добрался и до Эстонии. Свап-печеринка – это так называемая экологичная мода, когда можно просто прийти и обменяться своими вещами. Когда ваш шкаф ломится от количества вещей, а выкинуть их не поднимается рука, самое время отправиться на своп. Здесь не заплатят за туфли, купленные когда-то за 150 евро. Но, возможно, вы осчастливите человека, который о них мечтал. Свап-печеринка на Западе очень популярна. Это когда собираются друзья, подружки, коллектив и меняются своими вещами. То есть такое разумное потребление, вещи циркулируют, то есть их ты не выбрасываешь, не продаешь, не даришь, а ты просто обмениваешься, поскольку у нас у всех очень много всего в гардеробе лежит. И пылится на какой-то такой важный день, но этот важный день все никак не наступает. Почему бы не поменять на что-то более нужное? Идею такого формата стилист Лусинеа Янян подсмотрела в Швейцарии и решила опробовать на местной публике. На первую вечеринку пригласили известных ведущих, блогеров, дизайнеров и стилистов, которым однозначно есть что принести из своего шкафа. И если поначалу никто не верил, что можно просто подойти и взять вещь, которая приглянулась, то не прошло и пяти минут, как в зале начались активные примерки. Мне понравилась очень идея. И вот, кстати, вот эта вот водолазка Лены Соломиной, которую я уже умудрилась себе урвать. Очень классно прийти и поменяться вещами. Идея мероприятия была, что люди приносят не какой-то там старый дырявый носок, а это современные вещи, просто та вещь, которую тебе с одной стороны жалко выкинуть, но она чем-то дорога. То есть очень много было каких-то фирменных вещей. И, по-моему, если я не ошибаюсь, это водолазка вообще Ред Валенсина, да. Часто что-то ей лежит дома, что жалко выкинуть или даже жалко отдать. Вот так просто кто не оценит. А так можно принести и поделиться, и что-то очень интересно найти. Я приобрела самоукрашение для ушек. Мне очень-очень счастливо довольно. Кстати, мужчины на вечеринке тоже были. Кто-то в качестве участника, а кто-то за компанией с женой. Она сказала, пойдем с вами на вечеринку, здесь должно быть интересно. И я ей поверил. И как, интересно? Ну, пару интересных личностей. Весело, непринужденно. Хороший способ, когда можно не покупать жене вещи, а она что-нибудь найдет интересное сама. Это точно, да. Потому что она довольная, радостная. Я тоже. Потому что мне ничего не надо. Не надо было с ней долго ходить. В одно место пришли, она поговорила, нашла, что хотела. Более глобальный плюс таких мероприятий – в осознанном потреблении и улучшении экологической ситуации. Специалисты уже давно говорят о том, что даже популярная сейчас вторичная переработка далеко не столь безобидна, как кажется на первый взгляд. Если говорим про вторичную переработку полиэстера, то есть вещи, связанные с пластиком, с какими-то нефтепродуктами, то в них содержится микропластик. Когда мы начинаем их перерабатывать вместе, то этот маленький микропластик попадает в воду. И это еще хуже. Его уже никак не извлечь. Буквально через полчаса на столах осталось всего несколько вещей, которые организаторы передадут на благотворительность. В следующий раз своп-вечеринку проведут уже с большим размахом. К тому же это отличный способ завести новые приятные и полезные знакомства. Наталья Карасева и Юрий Жильцов. Специально для Кофе Плюс.